В Канаше судебные приставы приостановили работу детского сада номер 12 на 30 суток. Случай беспрецедентный. С жалобами на невыносимые условия, созданные в детском саду в региональное управление Роспотребнадзора, обратились родители детей. Специалисты выяснили, что оконные рамы в садике обветшали настолько, что требуют срочной замены. Температура в помещениях была ниже допустимой нормы. Подробности выяснял Родион Архипов. 10 января на принудительное исполнение в Канашский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности детского сада номер 12 города Канаш. Канашский районный суд потребовал немедленного исполнения своего решения. 11 января 2017 года судебным приставом был осуществлен выезд. Деятельность детского сада приостановлена путем опечатывания входных дверей детского садика. Представителям детского сада разъединено порядок выхода с ходатайством о досрочном снятии запрета на приостановленной деятельности в связи с выполнением поставленных запретов. Руководство сада не снимает с себя ответственность. Да, действительно, некоторые рамы были старые. Не все теплые полы функционировали. Но есть еще одна причина от руководства садика независящая. Это недостаточная подача тепла со стороны теплосетей. Температура подающего трубопровода, которая должна рождаться из температуры наружного воздуха, мы можем проверить подпечаткой суточных показаний нашего поверенного теплосчетчика. 20 декабря. Абсолютно независимо от архив погоды из интернета. Минус 25. 2016 год. ГКНЖ. Так, вот есть график минус 25. Температура подачи теплоносителя должна быть 85 градусов. Температура подачи градусов Цельсия 65, 50, ну, будем считать 66 градусов. Итого... Это 85, да? Да, это, грубо говоря, 20 градусов. У теплосетей есть маневр в 3%, но по подсчетам исполняющего обязанности заведующего детсадом Игоря Скворцова отклонения явно не укладываются в допустимые нормы. За время вынужденного простоя в садике отремонтированы теплые полы. Во всех группах повторно утеплены окна. Установлен нагнетающий циркуляционный насос на обратном трубопроводе. На имя главы города Канаж, начальника отдела образования, заместителя главы по социальной политике были написаны письма с просьбой воздействовать на поставщика услуг теплоснабжения и предусмотреть возможность выделения средств на замену окон и ремонт системы отопления. В настоящее время температура в саду соответствует санпиновским нормам. Руководство Канажского детского сада номер 12 направило обращение в районный суд города Канаж с приложением протоколов и документов температурных замеров. Ожидается дополнительное слушание по делу о временном приостановлении деятельности детского сада. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.